9.48, и сборная СССР владеет мячом. Зря Соконтолица прекратил Бриблин. Пас Пуллаускасу в угол. Пуллаускас на Александра Белова. Тот возвращает ему мяч. Можно вновь отдать Белову передачу. Пуллаускас по лицевой линии в угол. Но тут уже 30 секунд, пожалуй, Белов поднял двух американцев в воздух. И под блокшот угодил Тома Макмиллана и сделал потерю. Можно было додерживать этот мяч. Фолл Зурабу Соконтолидзе. Он подставлялся под Дага Коллинса в этом проходе. Не было этого. Как говорят, он толкнул его в спину. Но где же Соконтолидзе был ближе к нашему кольцу, чем Даг Коллинс. Просто в этом столкновении один шел на кольцо, не видел ничего больше кольца. Другой мечтал ему помешать. Горел желание помешать. Произошло неизбежное в этом случае столкновение. Я всегда подчеркиваю, баскетбол это контактный вид спорта. Без этого столкновения было не обойтись. Но, пожалуй, без этого персонального замечания сборная СССР не стала бы олимпийскими чемпионами в 72-м году. То, что Соконтолидзе свалил, а не дал... Он остановил время. Потому что забей Даг Коллинс из-под кольца. А время не останавливалось по тем правилам. И оно бы истекло. И американцы бы выиграли. Но с учетом того, что мы знаем, Даг Коллинс забил оба штрафных броска и вывел свою команду впервые. Понимаете, впервые в том матче. Американцы вышли вперед за три секунды до конца встречи. Хорошая, отличная команда. Две великих команды на площадке. Я с этим абсолютно согласен. Обе заслуживали победы. Но логики в том, что произошло, баскетбольной логики в том, что произошло в этот момент... Нет, Жар Мухаммедов сразу же выбрасывает мяч Сергею Белову. Поторопились. Ошибся столик. В этот момент Владимир Петрович Кондрашин предупредил столик о том, что он просит тайм-аут. И время просто не пошло. И здесь претензии американцев, но явно необоснованные. Тайм-аут дали. Сейчас можно разговаривать со своими игроками не только Кондрашину, может и Айба разговаривает со своими игроками. А время не сдвинулось с места. Там не две секунды, не одна секунда, там те же самые три секунды, какие и были на табло в момент пробития штрафных бросков Тагом Коллинса. Поэтому, когда разбираешь претензии сборной Соединенных Штатов, Американской Федерации Баскетбола и в конечном итоге Олимпийского Комитета Соединенных Штатов, то по поводу первого переигрывания трех секунд претензий быть не может. Они надуманные, притянутые за уши. Сейчас будет второй момент. Здесь уже после того, как Кондрашин взял тайм-аут, Едешко должен был отдать мяч... И вот опять, обратите внимание, Иван Иванович Едешко отдает длинный пас Александру Белову. По баскетбольным правилам время запускается тогда, когда до мяча дотрагивается игрок в поле. Американцы празднуют. На это можно смотреть и сочувствовать, потому что вот это самое обидное. Их болельщики, их тренеры, члены Олимпийского Комитета США, вот их тут аж в белых пиджаках, вы видите, это все они. Они вышли уже праздновать победу на площадку. И в этот момент доктор Вильям Джонс... Вот он. Он там в этой... Нет, это Айба. Но Джонс был у столика в этот момент. И он показывал, что судья-секундометрист совершил ошибку. Он запустил секундомер раньше времени, до касания игрока в поле. И, естественно, опять три секунды устанавливаются на табло, и сборная СССР получает право третий раз подряд ввести мяч в игру. Айба идет к столику разбираться. Проблема заключается в том... И вот в бабочке это доктор Вильям Джонс, генеральный секретарь Федерации, Международной Федерации Баскетбола, с момента ее создания и до 1980 года. Человек, который знал о баскетболе все. Да, собственно, правило, по которым играли баскетболисты вот в этом конкретном матче, тоже ведь писал доктор Вильям Джонс. Фантастический фанат баскетбола, как жалко, что он ушел из жизни преждевременно. Он скачался в начале 81-го года. И вот последний, последний раз. Едешка с высокой траекторией запускает этот мяч к кольцу американцев. Мешают друг другу. Десятый номер Джеймс Фордс и 14-й Кевин Джонс. Помешали друг другу, и мяч Саша Белов поймал. И как в детской спортивной школе, отправил его в кольцо, мог бы, сверху, а забил его со скоком от счета. Великая победа. Вот эта победа логична. Наши заслужили победу больше. Они вели все это, весь этот матч. 51-50. Заключительные минуты торжества. Первое поражение с 36-го года на мужских олимпийских баскетбольных турнирах сборной США. Первый раз американцы возвращаются домой без золотых медалей. Первые в истории отечественного спорта золотые олимпийские медали в мужском баскетболе. Эта команда заслужила памятник при жизни. Спасибо вам за внимание. Напоминаю, что комментировал этот матч для вас Владимир Гудельский. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok